Заканчивается очередной год и в конце года традиционно возникает огромное количество вопросов по поводу индивидуальных инвестиционных счетов, то есть ИИС. И сейчас я попытаюсь немножечко ответить на эти вопросы. В субботу в 10 утра я планирую провести прямой эфир, на котором я постараюсь ответить на другие вопросы, потому что вопросов возникает очень-очень много. Но я надеюсь, что часть вопросов я сейчас смогу снять. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но про ИИС. Что такое ИИС? ИИС это индивидуальный инвестиционный счет. Он дает льготу по налогу. По определенному налогу это налог НДФЛ. То есть смотрите, это в принципе брокерский счет. Как обычный брокерский счет, но значит он дает льготу. С одной стороны, с другой стороны он обременен некоторыми свойствами. Что это за льгота? Мы можем вернуть часть налога НДФЛ, который мы заплатили в течение года в размере, ну мы платим НДФЛ в размере 13% от суммы доходов. И мы можем их вернуть с суммы, не превышающей 400 тысяч рублей. То есть максимальная сумма, которую мы можем вернуть, это составляет 52 тысячи рублей по НДФЛ, вот по этому типу возврата за год. Вот, и не больше. Вот, то есть если мы получаем доход больше, чем 400 тысяч за год, то мы можем вернуть только 52 тысячи. То есть если мы заплатили больше, чем 52, то вот по данному типу возврата мы можем получить максимум 52 тысячи. Это с одной стороны, с другой стороны есть еще тип А и тип Б, сейчас я немножечко об этом коснусь, немножечко о том, что это вообще говоря за счет. Дело в том, что индивидуальный инвестиционный счет, как я уже сказал, дает возможность льготы. Льготу дает кто? Государство в лице налоговой инспекции. Государство у нас это Российская Федерация. И льготу дает налоговая инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации. Кому она дает эту льготу? Гражданам Российской Федерации. И вот точка. Вот только гражданам Российской Федерации. Дело в том, что брокерский счет может завести в принципе любой человек и даже не гражданин Российской Федерации по закону, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, но имеете статус налогового резидента Российской Федерации, таких много, то вы имеете возможность открыть брокерский счет и с этого счета вы будете платить, с доходов по этому счету вы будете платить те же самые 13% в НДФЛ, но вот ИИС вы не сможете открыть, если вы не являетесь гражданином Российской Федерации. То есть только для граждан России. Первое. Второе. Значит смотрите, эта льгота предоставляется именно по налогу на доходы физических лиц. НДФЛ. Конкретный совершенно налог. И вот эти 52 тысячи можно вернуть с налога, который уплачен. Что это значит? Это значит, что если вы работаете в черную, получаете зарплату в черную, то вы ничего не платите НДФЛ и соответственно возвращать вам нечего. Даже как бы, то есть вы внесли вроде 400 тысяч, говорите дайте мне 52 тысячи взад. Не получите, потому что налог возвращается. И ну с одной стороны это, ну вот такой факт, то есть ну естественно, что если вы не заплатили, чего вам возвращать? Вот. Но этим можно пользоваться. Почему интерес возникает в конце года? Потому что, смотрите, считаются доходы, которые вы получили в течение календарного года. Календарного года. Календарный год, мы знаем, заканчивается 31 декабря. И уже в начале следующего года, в начале января вы можете подать справку в налоговую, потому что это налоговая выплачивает деньги, что вы хотите получить налоговый вычет и соответственно через какое-то время налоговая проверяет, там не больше месяца обычно, вы получите эти денежки на свой счет в банке, который вы укажете в декларации 3 НДФЛ. Ну все это получают, все знают. Почему выгоднее в декабре? Потому что, смотрите, если вы внесли деньги, например, вот эти 400 тысяч, вы имеете право получить налоговую вычет на 400 тысяч, то вы в декабре, там скажем, ну 27 декабря вы вносите это дело на свой брокерский счет, на ИИС. Сейчас в начале января вы пишете, в марте вы получаете 13%, то есть 52 тысячи, 13% от 400 тысяч, попробуй-ка сейчас получи, а здесь вы получаете их в марте и уже можете их реинвестировать. То есть вы получаете доход от 400 тысяч не за год, ну не годовых, а за 3 месяца, которые вы, так сказать, дальше полученные деньги можете уже реинвестировать. Итого получается, что, например, вы внесли 400 тысяч, вы на эти 400 тысяч вернули 13%, то есть на свой расчетный счет, и плюс 400 тысяч вы инвестируете в различные активы, которые, скажем, приносят вам 20% пусть за год принесут, то получается 20 плюс 13, это 33%, это очень-очень даже неплохая сумма за год, поэтому, ну, стоит воспользоваться этой возможностью, которую дает государство. Теперь по поводу суммы, смотрите, какую сумму вносить? Ну, как я уже сказал, сумма не должна превышать, по идее, ну, если вы хотите по типу А, сумма не должна превышать, чем 400 тысяч. Почему 400 тысяч? Потому что, ну, это максимальная сумма, с которой вы можете получить возврат НДФЛ. Но сумма, которую вы можете внести на счет, может быть, ну, не любой, а до миллиона рублей в год. И вы знаете, что ИИС бывает двух типов, тип А и тип Б. Как выбрать тип А и тип Б? Смотрите, что такое тип А? Я уже сказал, вы получаете возврат от внесенных денег, возврат НДФЛ. Вот суммы, не превышающие 400 тысяч, то есть не больше, чем 52 тысячи рублей. А тип Б, это значит, что вы не платите НДФЛ с тех доходов, которые вы получили на брокерском счете. Вот здесь есть, ну, как бы тонкость какая-то, и многие спрашивают, теряются всегда, как выбрать тип А или тип Б. Отвечаю, тип счета, который вы открываете на ИИС, не выбирается в момент открытия. То есть, по умолчанию всегда считается, что вы открыли счет по типу Б. Вносите любые деньги. Вот так. До миллиона рублей вы совершенно спокойно внесете. Если вы попытаетесь больше миллиона внести рублей на счет в течение года, то брокер вам откажет, скажет, все, превышен лимит пополнения этого брокерского счета. Но, если вы внесли, скажем, миллион рублей и не получили доход с этого счета, например, да, хотите сказать, что, ну, типа, я хочу 52 тысячи получить, вот, с 400 тысяч. Пожалуйста, вы можете написать декларацию, вы получите 52 тысячи, и, собственно говоря, все. У вас будет считаться, что у вас счет открыт по типу А. То есть, тип счета выбирается не тогда, когда вы открываете счет, а тогда, когда вы написали заявление на возврат НДФЛ, то вы заявляете, что прошу считать мой счет типом А, грубо говоря. Вот так. А если вы не написали это заявление, то брокер за вас не платит налог с суммы, которую, с доходов, которые вы получили на этом брокерском счете, в течение трех лет он не платит налог, потому что, ну, считается, что тип Б, а тип Б подразумевает, что вы не платите налог с доходов, которые получены с брокерского счета. А эту справку вы можете написать, если вы не написали сразу, вы можете написать через год, через два, через три. По-моему, там до пяти лет можно написать такую справку о возврате НДФЛ. Я надеюсь, что, ну, как бы понятно. Если не понятно, задайте вопрос этот в субботу в 10 часов. Я еще раз говорю, что планирую провести такой стрим. Теперь дальше. Смотрите. Так как это ИИС дает льготу по НДФЛ, то вы, ну, он регистрируется в налоговой, что налоговая говорит, что, ну, брокер сообщает налоговой, что вы открыли ИИС, и вы имеете право получить такую льготу. И когда этот ИИС вводился, говорили все, значит, можно открыть только один ИИС у одного брокера. Все. И многие люди тогда открыли ИИС, и потом говорят, слушай, мне не нравится брокер, я хочу перейти от этого брокера к другому. Как мне закрыть тот ИИС, и надо ли его закрывать? Так вот, друзья мои, насколько я понимаю, в последнее время закрывать ИИС не надо. Вы можете открыть у разных брокеров разные ИИСы. Такая возможность, насколько я понимаю, есть, брокеры не проверяют, открыты у вас ИИСы у другого брокера или нет. То есть ИИСов может быть открыто, несколько индивидуальных инвестиционных счетов у разных брокеров. Но при этом все они регистрируются в налоговой, и, соответственно, если вы пишете заявление о том, что вы хотите, не получится у вас, короче говоря, получить 52 тысячи за один ИИС, и 52 тысячи за другой, и 52 тысячи третий, если кто-то надеется перехитрить налоговую, то это у вас не получится, потому что все возвраты регистрируются в налоговую, а налоговая смотрит, блин, 52 тысячи ему уже вернули, он еще хоть что-то хочет, да? Ну, по башке, может, не дадут, но отказ будет точно. Поэтому не надейтесь получить с налоговой больше, чем положено, все там уже учитывается. Это точно совершенно. И более того, вот здесь у меня тонкий вопрос, я не совсем знаю. Если вы, например, открыли, ну, вы имеете возможность получить вычет с суммы 400 тысяч, и вы хотите внести 400 тысяч, у вас, например, два ИИСа, один в Сбере и один в открытии брокер, где у меня. И вы смотрите, у открытия брокер, например, вам понравился структурный продукт какой-то, и вы решили, значит, 200 тысяч вложить в этот структурный продукт, а другой структурный продукт предлагает Сбербанк. Сбербанк тоже сейчас предлагает массу структурных продуктов различных, и, может быть, вы решили еще 200 тысяч вложить в Сбербанк. Я думаю, что это возможно. Я не уверен. Если у кого-то есть другие сведения, пожалуйста, дополните. Но, пожалуйста, ну, чтобы они были, как бы, абсолютно точные. Потому что я думаю, что это вот такая ситуация, возможно, 200 тысяч там, 200 тысяч здесь, и с 200 тысяч вы получаете возврат через открытие, с 200 тысяч вы получаете возврат через Сбербанк. Просто вы в декларации пишете, счет один ИИС там, здесь ИИС там, вы подтверждаете, значит, справкой соответствующего брокера, и все. И как бы все нормально. Но здесь у меня нет стопроцентной уверенности, что это так. Но думаю, что это так, потому что в последнее время налоговая очень сильно продвинулась. И вообще законодательство в смысле ИИС сейчас очень сильно меняется, пересматривается. Пересматривается в смысле... Сначала хотели ужесточить, а потом решили, что надо не ужесточать и облегчать. Поэтому сейчас есть разговоры, я не знаю, принято уже или нет, что ИИС можно выполнять на сумму не миллион рублей в год, а до трех миллионов рублей в год. Ну, по крайней мере, такие разговоры были. И еще есть разговоры о том, что собираются ввести еще один тип ИИСа. Я читал, но пока, по-моему, это еще не принято. Но в ближайшее время, я думаю, будет принято в течение года. То есть будет еще один тип ИИСа для долгосрочных инвестиций. И там уже суммы побольше будут, насколько я понимаю. То есть он еще более выгодный становится. Теперь далее. Смотрите. Когда я говорю, что ИИС дает льготу по налогу на доходы физических лиц, этот налог называется НДФЛ, налоги на доходы физических лиц. Это определенный налог совершенно. НДФЛ. Мы все его платим на доходы. И он пока еще в течение прошедшего года и до сих пор платился в размере 13% от суммы доходов. Ну, вы знаете, что приняли у нас уже прогрессивную шкалу. То есть если вы получаете доходы больше, чем 5 миллионов в год, то, соответственно, уже будет начисляться 15% НДФЛ. Ну, подозреваю, что это коснется далеко не всех, но некоторых вполне может коснуться. Вот. То есть это льгота по НДФЛ и это НДФЛ. Теперь смотрите. Это определенный вид доходов. Что я хочу подчеркнуть. Смотрите, если вы получаете дивиденды на брокерском счете, то с дивидендов вы тоже... Дивиденды это вроде бы доход, но это не доход. Это дивиденды, понимаете? Вот. И с дивидендов вы платите налог в размере 13%. Но это не налог на доходы с физических лиц. Это налог на дивиденды. Это совсем другой налог. И по этому налогу вы никакой льготы не получите. Вы его платите в момент уплаты налога, в момент выплаты дивиденда. И многие возмущаются, говорят, а меня обманули, все равно с меня взяли налог 13%. Да, 13% с вас взяли налога, но это не налог на доходы, это налог на дивиденды. Он исправно платится. Хоть с ЕИС, хоть с НДФЛ. Так, здесь хочется, ну, как бы с обычного счета платиться. Вот, то есть налога на дивиденды это не касается. Кого еще это не касается? Смотрите, ну, я уже сказал, если вы получаете зарплату в черную, то вы ничего не платите, соответственно, вам возвращать нечего. Далее, если вы работаете как ИП, индивидуальный предприниматель, и вы зарегистрировались как ИП, который платит там 6% от дохода, и вы зарегистрировались, там поставили галочку, что вы не нанимаете наемных сотрудников. То есть вы этой галочкой говорите, что вы не являетесь налоговым агентом по НДФЛ. Ну, как бы все, соответственно, то есть вот вы получаете налог как ИПшник, вы его регистрируете, вы платите 6% налога. Это ИПшный налог, это не НДФЛ. И эти деньги вы тоже не сможете вернуть, потому что вы не платите НДФЛ, вы получаете деньги, вы получаете доход как ИП, и платите с него налог как ИП. ИП это уже льгота, потому что как ИП вы платите 6%, а не 13%, и там масса других налогов вы не платите. Ну, то есть выбирайте налоговый режим, если вам выгодно как ИП, то вы, пожалуйста, работаете как ИП. Далее, значит, смотрите, я, например, ну, один человек может выступать в качестве и в качестве ИП, и в качестве, скажем, ну, как бы физического лица, и это как бы разные ипостаси. В принципе, такая ситуация у меня. Я часть доходов получаю как ИП, часть доходов от своей деятельности как ИП, и они у меня проходят как ИП. С этих доходов я плачу 6% как ИП, и на эти доходы я не имею возможности получить возврат. И, с другой стороны, я плачу, ну, как бы получаю где-то доходы, с которых я плачу уже налог на доходы физических лиц, и там я плачу НДФЛ. Далее, значит, как я плачу НДФЛ? Все мы работаем с какими-то организациями, в каких-то компаниях. Если мы получаем оклад, то эта компания или организация является налоговым агентом, и при начислении вам дохода они перечисляют 13% от этой суммы, от той суммы, которая вам начислена в бюджет. И вы их видите в платежной ведомости, эти доходы. И этих доходов, ну, должно быть много. Вот что я хочу сказать. Смотрите, ну, то есть большинство людей получают зарплату на одной работе и довольны. В принципе, это плохо. На самом деле, надо получать доходов много в разных частях, в разных организациях, потому что, ну, это будет правильно. Это будет хорошо. И эти разные организации могут быть в разных местах абсолютно зарегистрированы. И каждая организация регистрируется как налоговый агент в соответствующей налоговой инспекции. То есть вы можете быть зарегистрированы как плательщик налога, скажем, ну, вот в моем случае, например, там, и в Москве, значит, там, и в Обнинске, вот, и, возможно, в Новосибирске даже. Вот, ну, вот так вот. Кроме того, вы, когда получаете доход, смотрите, сейчас внимательнее смотрите, как, ну, просто вот, другой доход, вы нигде, ни в какой организации не работаете, вы сами получаете доход. Вот, например, вот, вы получаете доход от аренды, ну, от сдачи квартиры в аренду. Это тоже доход. И скажу вам по секрету, с этого дохода вы должны платить налог. Понимаете? И лучше это делать. Смотрите, почему. Это выгодно даже вам. То есть есть очень много людей. Например, вот я прихожу, я снимал, арендовал помещение в НИИ, и там я хожу к начальнику, там у него такая секретарша, очень симпатичная женщина такая. Я что-то вот у нее там одно спрашиваю, другое, третье. Он говорит, слушай, ну, ты сильно ее не напрягай, пожалуйста, потому что, ты знаешь, у нее, она и так много делает, в принципе, она работает как волонтер, потому что у нее зарплата 7 тысяч рублей. То есть она платит. НДФЛ 7 тысяч рублей. Понимаете? Я говорю, ну, слушай, ну, она-то вроде так хорошо выглядит, все, так сказать, там, как бы одета. Ну, она говорит это самое, в основном получает доход от сдачи квартиры в аренду. То есть она сдает квартиру в аренду там у нее, и за счет этого, ну, как бы, неплохо живет. Смотрите. То есть, если вы получаете по основному месту работы очень маленькую сумму, и основной вид ваших доходов, или там вообще ничего не получаете, основной вид ваших доходов, это доходы от сдачи квартиры в аренду, я вам советую просто взять и сообщить в налоговую. Заключить договор с арендатором о том, что вы сдаете ему свою квартиру, и в этом договоре вы пишете сумму, которую он платит. Ну, эту сумму проверять никто не будет, важен факт. И это хорошо, и это правильно. То есть, смотрите, вы написали, например, что вы получаете 36 тысяч рублей в месяц за эту квартиру. 36 умножаем на 12, получаем 400 тысяч. И вы говорите, что вот я получил доход от сдачи квартиры в аренду в размере 400 тысяч, верните мне, пожалуйста, 52 тысячи, которые я вам уплачиваю. И вот каким образом вы ее выплачиваете? Вы берете и пишете декларацию о своих доходах в налоговую, и несете ее. Вы говорите, вот я получил доход от сдачи квартиры в аренду в размере 400 тысяч, вы выплачиваете эти 52 тысячи налоговой, и, значит, через буквально там два месяца вы говорите, а теперь верните-ка мне мои 52 тысячи. Смотрите, фактически налогов, то есть вы заплатили 52 тысячи, вы вернули себе 52 тысячи, понимаете, ноу-хау, да? Вот, и при этом вы чисты перед государством. Если вы этого не делаете, то, например, соседи той квартиры, которую вы сдаете в аренду, например, они, так сказать, ну, люди разные бывают, понимаете, и арендаторы разные бывают. Арендаторы могут там что-то там бузить или еще что-то, соседи могут настучать участковому участковому, придет, спросит, а на каком основании здесь эти люди живут, собственно говоря. Люди будут говорить, что они ваши родственники, но вряд ли вам удастся отмазаться, и на вас наложат штраф за использование имущества в незаконных целях, там, незаконные доходы, то, что вы утаили доходы. Зачем это делать? Просто напишите, что 400 тысяч, и вы получили, и, соответственно, вот, получите свои на задпись от 52 тысячи. То есть, фактически вы ничего не заплатили, да, ну, или там заплатили и вернули, но при этом вы чисты перед законом. И более того, на вас уже, ну, участковый знает, что все, квартира сдается совершенно законно. Он пришел, постучался, на каком основании вы живете, спрашивает у этих самых арендаторов, они показывают, вот договор аренды, пожалуйста. Более того, смотрите, я вам очень советую делать этот договор не чисто формальным, типа, вот я сдаю такому, такому, такие-то паспортные данные. Хотя это полезно, потому что вы просто берете паспорт у человека, вы вписываете паспортные данные, он уже не может никуда смыться. Но многие люди говорят, ну, вот, там, платят за это, за это, за это. Когда вы заключаете договор аренды, скажем, за границей, то за границей договор аренды составляется вот такой вот толщины, он там, страниц 50, там расписано все, понимаете? То есть, ну, бывают разные отношения, бывают разные арендаторы, они, например, перестают платить, вы начинаете на них наезжать, они говорят, а, тогда я испорчу квартиру. И очень часто арендаторы, которые съезжают с квартиры, во-первых, они вам не заплатили, а во-вторых, еще, так сказать, нагадили так, что никаких денег не хватит для того, чтобы восстановить эту квартиру. Так вот, в договоре аренды я советую прописать вам все вот эти вот пункты, и тогда вы сможете совершенно на законных основаниях потребовать с них возмещение. Они будут платить вам в течение всей последующей жизни через службу судебных приставов, куда бы они ни устроились. То есть, это клеймо для них на всю жизнь, ну, по крайней мере, многих это остановит. Поэтому я вам очень советую это сделать. То есть, смотрите, еще раз, налоги вы платите НДФЛ, он идет из разных источников, там, где вы работаете, и все это вместе собирается в налоговой инспекции. Подводите итоги, ну, примерно каждый знает, где он получает доходы, поэтому, ну, по итогам можно посмотреть. Но в налоговой инспекции, вот сейчас вы видите, я зашел на сайт налог.ру, лкф2налог.ру, и каждый гражданин, который, ну, является плательщиком НДФЛ, он имеет возможность посмотреть. Там есть очень четкий личный кабинет, но информация о НДФЛ за текущий год появится в начале следующего года. То есть, как бы, ну, и в начале следующего года вы имеете возможность на возврат. Сейчас вы видите, что в текущем году у вас нет начисления, ну, потому что еще не подведены итоги за текущий год. Кроме того, есть еще другие льготы при заполнении декларации 3 НДФЛ, которые надо заполнить для того, чтобы получить вот эти деньги назад себе на расчетный счет. Там еще есть льготы по образованию, по выплату на ипотеку, по затратам на лечение. Так что, если вы занимаетесь, вот, ну, как бы, тратите деньги в течение года на лечение, на образование, собирайте справки и возьмите в той организации, где вы заплатили эти деньги по соответствующим статьям, запросите там справку. Вам ее дадут, это справка особого вида, но это уже будет другое, это когда вы уже в следующем году получаете. А сейчас вы просто прикидываете ту сумму, которую вы можете внести, ну, можете внести, я уже сказал, до миллиона. А возврат вы получите с суммы не более чем, ну, не более чем 52 тысячи, возврат по данному типу льготы. Вот то, что я хотел сказать, я сказал на сегодня, поэтому я думаю, что вопросы у вас еще остались, конкретные вопросы. Готовьте эти вопросы, напишите эти вопросы в своих комментариях под данным видео и встречаемся завтра в субботу в 10 часов утра, прямой эфир, я об этом, обо всем расскажу. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, до встречи.